Портал государственных услуг обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации. Единый портал дает возможность гражданам, не отходя от компьютера и своих гаджетов, подключенного к сети интернет, подать заявление в электронном виде. Здесь размещена вся необходимая информация о государственных органах и предоставляемых услугах. В настоящее время большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в обычном формате, то есть посещая учреждения, лично, собирая множество документов на бумажном носителе, представляете те или иные организации, в очереди приходится достаточно долгое время стоять. Поэтому получение услуг в электронном виде снимает все эти проблемы. Для этих целей создан единый портал государственных и муниципальных услуг, называемые госуслуги. Основными целями работы которой являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления госуслуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях. Для того, чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо создать на портале свой личный кабинет. Для этого потребуется компьютер, подключенный к сети интернет, идентификационный номер налогоплательщика, так называемый ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, СНИЛС. Эти данные необходимы для заполнения регистрационной формы. Также необходимо будет указать свои данные, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, ИМА, номер телефона. Все эти данные будут проверены уполномоченным государственным органом. И если все сведения достоверны, то в течение двух недель вам придет заказное письмо с регистрационными данными вашего личного кабинета. Перечень документов, необходимых для получения государственных услуг, размещен в информационной части портала. Главный специалист отдела по вопросам миграции Камиль Салава в своем выступлении отметил, что те материалы, которые поступают в отдел по вопросам миграции через портал госуслуг, на оплату госпошлин предусматриваются скидки. Многие граждане уже зарегистрировали свой личный кабинет на портале, тем самым упростили подачу заявлений и оплат. Часто обращаюсь к госуслугам, и мне сказали, что можно открыть свой личный кабинет в интернете и пользоваться этим, сидя дома. Я попытался, попробовал, и мне это понравилось. Я открыл свой личный кабинет, и сейчас я перед ней встречаю свои дела. Сидя дома, это очень удобно. И мы с друзьями так посоветовались, посмотрели. И люди очень много довольны этим вопросом, и не очень. Я советую всем, кто не пользуется интернетом, ходить дома компьютер или телефон в личный кабинет. Это несложно. Там, конечно, все рука, сейчас написано. В личном кабинете хранится вся информация по заказанным услугам, обращениям, платежам. Также можно настроить уведомления, следовать за ходом рассмотрения заявлений и статусом платежей. Это своего рода новшество, что по следующему простит все процедуры подготовки подачи заявлений и прочих услуг. Я вначале не хотел делать, я думал, я даже понятнее не имел, что это такое, но когда уже пришлось, зарегистрировался, посмотрел, что к чему, узнал дальше больше, и сейчас тоже есть, в дальнейшем тоже пользуюсь. Ну, я, конечно, естественно, рекомендую всем, я и друзьям советую, и всем знакомым советую, говорю, это в дальнейшем тоже, это как бы наше будущее. С начала 2017 года на территории Хасавюрта большинство работников различных ведомств и учреждений, таких как образовательных, здравоохранительных и муниципальных, было зарегистрировано на портале, которые воспользовались предоставленными услугами. Важной информацией для посетителей отдела по вопросам миграции является то, что с 1 января 2018 года изменен график приема граждан. В понедельник и пятницу с 9 до 15 часов, во вторник и четверг с 15 до 20 часов вечера, в среду с 9 до 13 часов, в субботу с 8 до 13 часов, и лишь воскресенье является выходным днем.